Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Процветок». С вами Юлия Кондратьянов, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами будем говорить о правилах съема. Только это будут правила съема нашего урожая. После того, как мы вырастили яблоки, груши, наша задача их сохранить. И сохранить их как можно больше и в лучшем состоянии. Что мы должны сделать для этого? Во-первых, мы должны снять яблоко правильно. Падалицу, то есть то, что упало с дерева, на хранение лучше не закладывать. Дело в том, что ударившись о землю, яблоко получает траву, вмятину. И в этом месте оно довольно-таки быстро начинает портиться. Второй момент. Мы не должны брать на хранение яблоки, у которых есть признаки серьезного поражения болезнями, в частности парша. Обратите внимание, здесь очень крупное пятно с трещинами. Вот в таких местах гниль развивается очень быстро. И такое яблоко, заболев, еще и заразит все остальные. Иногда вокруг него сгнивают практически все яблоки. Когда мы разбираем в хранилище урожай свой собранный, такие вещи, к сожалению, есть. Мы не собираем яблоки, у которых есть повреждения насекомыми вредителями, в частности, плодожорками. Такие яблоки загнивают еще быстрее, чем пораженные паршой. Наконец, на хранение лучше собирать яблоки хорошо развитые, сформированные. Иногда в глубине кроны можно найти такие недоразвитые яблочки, мелковатые, которые даже не достигают средних размеров. Такие лучше отправить в носок, либо выбросить. У них не хватает нужных веществ для того, чтобы нормально пройти период хранения. И они, к сожалению, даже по вкусу сильно отличаются от тех яблок, которые развились на периферии кроны, на солнышке. Итак, следующий момент. На хранение мы всегда закладываем яблоки, у которых есть плодоножка. Почему? Когда мы срываем яблоко рукой, и плодоножка остается на дереве, вырывается, получается небольшая раночка в воронке. И учитывая, что это, во-первых, воронка, это углубленное место, там скапливается влага, в таких местах гниль наступает очень быстро. Яблочки с вырванной плодоножкой хранятся очень плохо. Подытожим. На хранение мы закладываем яблоки, снятые вручную, либо при помощи вот таких вот плодосъемников, что позволяет сохранить их от ушибов. На хранение мы закладываем яблоки без повреждений болезнями и вредителями, без повреждений кожицы и с наличием плодоножки. Все это позволит сохранить ваш урожай как можно дольше. Многие спрашивают, а как же правильно все-таки снимать яблоки? Кто-то берет и просто их тянет, отрывая вниз. В некоторых случаях именно так плодоножка и отрывается. А бывает, что отрывается и кусочек веточки. Мы травмируем яблоню. Более того, мы отрываем при этом плодовую древесину, повреждаем плодушку, лишая себя будущего урожая на этом месте. Так как же правильно снять яблочко? Дело в том, что яблоко довольно-таки нежный фрукт. Есть сорта, которые обладают очень нежной вкусной мякотью, и к таким нужен особо деликатный подход. Есть сорта с более жесткой мякотью, которая, казалось бы, ты можешь там бить, колотить, им ничего не будет. В любом случае, каким бы яблоко ни было, к нему нужно подходить деликатно. Для того, чтобы сохранить яблоко в целости и сохранности, мы берем его снизу полной ладошкой, не пальцем, а именно ладошкой, и слегка поворачивая, надавливаем на плодоножку, отрывая. В результате яблоко не имеет ни отпечатков пальцев, ни ушибов и целый хвостик. Такие яблоки мы укладываем в ящики. Лучше всего хранить яблоки небольшими партиями в 2-3 слоя. Так они друг на друга не давят, и вы можете вовремя заметить появление гнили. В сетчатых ящиках, которые без проблем сейчас можно приобрести, яблоки хранятся очень хорошо. Особо ценные сорта принято перекладывать даже слоями бумаги, чистой, либо соломой. Наши дедушки и бабушки хранили зимние яблоки, именно переложив ржаной соломой. Благодаря этому они сохранялись практически всю зиму. Яблоки, которые вы собрали, необходимо охладить. Постепенно, допустим, занеся в прохладные сени, либо в тенистое место, где они будут защищены от ночных осадков и от мороза, которые в полснеднее время могут случаться и в сентябре. Яблоки после того, как они охладились, спускают в хранилище, где температура держится постоянная, стабильная, приблизительно плюс 4, плюс 5. Либо помещаются в холодильные камеры. Многие скажут, ну у нас нет холодильных камер, у нас есть обычный погреб. И это тоже отлично. Главное условие для погреба. Он должен быть холодным, температура там должна держаться более-менее равномерная, без перепадов. И там должна быть повышенная влажность. Дело в том, что в условиях влажности 60-70% кожица начинает потихоньку подведать. Яблоки теряют свои качества. А там, где температура колеблется, у яблок быстро запускается процесс созревания. И они в подвалах созревают, доходят до потребительской зрелости гораздо раньше. И очень плохо хранятся. Третий момент. Нежелательно хранить яблоки вместе с картофелем. Дело в том, что они выделяют вещества, в частности картофель выделяет такие вещества, которые способствуют быстрому созреванию и перезреванию яблок во время хранения. Они опять же теряют свои вкусовые качества. Более того, они приобретают иногда не очень приятный привкус картофеля и земли. Если у вас не позволяют условия хранить яблоки и картофель в подвалах отдельно, можно сделать следующее. После того, как вы сложили яблоки в ящики, оденьте на них большие пластиковые пакеты. Но не завязывайте их плотно, а слегка заверните, чтобы был воздухообмен. Это создаст отличные условия для хранения и не позволит яблокам напитаться картофельного аромата. Еще один важный момент, с которым к нам обращаются садоводы-любители. Когда необходимо приступать к съему яблок? Здесь все определяется сроками созревания сорта. Осенние сорта снимают в этом году уже сейчас. Дело в том, что погодные условия этого периода очень своеобразные. Все сдвинулось буквально на неделю-две позже. И сорта, которые должны были созреть еще в конце августа, они доходят только сейчас. Итак, первые снимаются всегда осенние сорта, такие как штрейклинг, осенняя полосатая, ауксис, слава победителям, другие аксамиды или полонез белорусские. Сорта зимние снимаются чуть позже, где-то в конце сентября. И, наконец, сорта поздне-зимние, срок потребления которых начинается только в феврале, марте месяце, снимают в последнюю очередь. Для них даже желательно, чтобы они прошли через небольшие такие заморозки, 0-1. Это способствует проявлению их окраски и набору сахара в мякоти. Такие сорта, как иммант, память сюбаровой, ханик риск или лигал, которые лежат всю зиму, принято собирать уже в начале октября. Конечно, сроки варьируются из года в год, ведь климатические условия у нас меняются. Но основным фактором это будет появление типичной окраски и сорт, который вы собираете. Повторюсь, первыми собираем осенние сорта, затем зимние, потребительская зрелость которых наступает в ноябре-декабре месяце, и самыми последними в октябре месяце мы снимаем поздне-зимние сорта. Они обязательно должны пройти через небольшие понижения температуры. В последнее время очень многие садоводы жалуются на то, что яблоки и груши гниют. Гниют во время созревания, гниют после сбора урожая, практически уничтожая этот урожай на корню. Что мы можем сделать, чтобы предупредить развитие гнили при хранении? Дело в том, что пестициды серьезные, применять нельзя. Мы заботимся о здоровье своих близких, родных, своих детей. Поэтому применять серьезные химические средства защиты, как это делают в промышленных садах, мы не будем. Современная наука предложила такие разработки, как бактериальные препараты. В основном на основе сенной палочки. Благодаря ей на поверхности яблок образуются колонии этой бактерии, которые препятствуют развитию гнилей. И что же это за препараты? Это в первую очередь Алирин-Б и Экосат. Ими необходимо обработать не позже, чем за 3 дня до съема яблок и закладки их на хранение. Обработать можно несколько раз с интервалом 3-7 дней, но последний не позже, чем за 3 дня до съема. После того, как вы сняли эти яблоки, мы закладываем их на хранение, как обычно, в ящики, спускаем в подвалы и охлаждаем. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. Процветание вам и вашему саду. И я надеюсь, ваш урожай будет храниться долго и успешно.